МАРИНА ВОЛЬСКАЯ Как настроено, ребята? Супер. Все хорошо, прекрасно. Идеально. Можно еще? Идеально. Правильный настрой – полдела. В этом Марина Вольская давно убедилась. И не раз. В декабре выступила на международных соревнованиях в Санкт-Петербурге. Завоевала серебро в командном зачете. И даже когда у меня что-то не получается, я расстраиваюсь, но я понимаю, что это тот вид спорта, с которым я хочу именно заниматься, что он мне нравится, потому что это очень интересно, и тебе приходится думать, обыгрывать соперника. И вот эти эмоции, когда ты получаешь, когда выигрываешь, ну, это просто непередаваемо. Уже в Казани свое мастерство продемонстрировали юниоры. Там им предстояло сразиться с парой сотен спортсменов из 29 регионов России. Все сильнейшие. И также она завоевала серебряную медаль. Эти соревнования входят в систему отбора. И планируется в начале апреля участие в первенстве мира. Три тайма по три минуты. Побеждает тот, у кого больше всего уколов. Сейчас ребята борются за призовые места на первенстве Московской области. Максим Донской – мастер спорта. Несколько лет подряд попадает в национальную сборную. Пока восстанавливается после травмы, дает советы начинающим спортсменам. У меня родители отдали фехтование из-за того, что я каждый день приносил палки домой и дырявил в мебель. И родители решили пустить мою энергию в правильное русло и отдали мне на фехтование. У Михаила Егорова высокие результаты. Но пока в личном зачете. В командном еще есть над чем работать. Упорные тренировки принесут свои плоды, уверен юный спортсмен. В следующем году будет первенство России по моему году. Вот там планируют произведение. На долгий отдых в новогодние праздники фехтовальщики не рассчитывают. Впереди основные старты – первенство и чемпионат России. Поэтому 3 января вновь встретятся на тренировке. Екатерина Крамор, Илья Павлов, телекомпания Одинцова.